Перекладывая с места на место бережно упакованные посылки, Елена признается, что большое удовольствие она получает от помощи другим. Волонтерство захватило ее сердце, и вот уже который год она служит на благо другим. Наша организация молодая, буквально два года исполнится в октябре месяце, будет ей два года, но достаточно активная. Все члены организации – это участники проекта «Активное долголетие». Серебряные волонтеры участвуют во многих сферах жизни родного города. И когда началась спецоперация, они не смогли остаться в стороне. С первых дней специальной военной операции мы начали дежурить на молодежной 18 в Одинцово, где принимаем гуманитарный груз. Что важно, жители очень тепло откликаются и приносят очень много вещей, которые мы еженедельно отправляем ребятам в зону СВО. Когда встал вопрос о производстве элементов одежды для военнослужащих, помощь не заставила себя ждать. Зимой же женщины вязали теплые вещи и делали окопные свечи. Мы обратились к Дмитрию Аркадьевичу Голубкову, который незамедлительно нам закупил машинки. И стал вопрос, где шить. И нам организовали встречу с нашим главой, и он выделил нам помещение. Притом это было сделано буквально в течение месяца не прошло, мы осмотрели несколько помещений. Внести свой вклад в победу может каждый. Для этого достаточно лишь желания. Все изделия, которые создаются руками волонтеров, соответствуют всем стандартам. Ведь порой они служат не только как защитный элемент, но и как перевязочный материал. Вот в такой упаковке и с такими теплыми пожеланиями эта помощь отправится прямо на фронт. Огромную поддержку сегодня и волонтерскому движению, и непосредственно фронту оказывают депутаты партии «Единая Россия». Единство на всех уровнях – только так. Все ради победы. Совершенно разные люди, с разным достатком. Но насколько у людей желание быть причастным к помощи. Это очень важно. Я думаю, что шансов у наших врагов просто нет. Что такое мощный тыл, знает не понаслышке ветеран Великой Отечественной войны Константин Сергеевич Федотов. В преддверии 80-й годовщины битвы под Курской дугой он поделился своими мыслями. Задача перед всеми нами стоит, чтобы мы сплотились, все особенно сплотились, почувствовали вот эту ответственную задачу, которая стоит сейчас перед нами. Были вместе, помогали нашим бойцам в Украине, значит, всем, чем можем. Значит, должны создать крепкий тыл. Стать волонтером и помогать фронту сегодня может любой. Профессия, возраст и взгляды на мир не имеют значения. Самое главное – это отзывчивость и искреннее желание помочь. Для оказания помощи можно обратиться по номеру телефона и по адресу. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Татьяна Верняковская, Станислав Трифоновская, 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 Ст